Вот придумал. Откуда у меня? По-моему, на Алике я её заказывала. О, авария. Скажите свой адрес, и я вам отправлю микрофон. Шрамы кому-то кажутся ужасными. Всем привет, мои хорошие. Всем доброго дня, доброго утра. Фух, начинаю новый влог. Первое, с чего я начала, когда проснулась, это, конечно же, монтаж видео. Всё, я смонтировала большой влог. И в воскресенье у меня как раз-таки был день уборки. Не был, а есть. Я на самом деле продолжаю убирать. Убирать, убирать, убирать. Я уже устала, вспотела уже вся. В общем, убираю сейчас поверхности, стираю параллельно, и сейчас буду пылесосить и мыть полы. Вот, да, неделя была насыщенная, поэтому всё разбросано, везде вообще не до уборки было. Так что сейчас, наконец-таки, буду наслаждаться чистотой. Мальчик мой уже подрос, да? И мама колечки ему, о, как высоко сделала. Да, так сделала. Ты хочешь закрутить? Закрутить. Ну, давай, подтяни сначала, а потом закрутишь. Давай. Покажи, как ты подтягиваешься. Давай. О, ты вот так круто. Как в воде. В воде. Ты у меня силач такой, сильный мальчик. Во, да. А ножки вверх. Вот придумал. Короче, я пока бельё раскладываю. Денька всё время здесь играется. Да. Так, всё, пошла я дальше убираться. Нет. Мои крошки снимаю на телефон, потому что батарейка села на камере. Я помню, что как-то мне кто-то сказал, я говорю, блин, такой не кайф убирать под кроватью. То есть, естественно, не каждую уборку убираю под кроватью. Вот когда генералю там нужно пропылесосить или подмести, там, ну, как бы, пылесос не залазит. Там нужно помыть полы, протереть. И кто-то мне говорит, ой, подумаешь, помой яблочко сначала, Денька. И кто-то говорит, ой, а чё тебе... Мамечка, давай попойте яблочко. Давай сам мой. Ой, кто... Кто-то говорит, ой, чё там смахнут веником, чё-то смахнут шваброй. Я, блин, уже час корячусь под этой кроватью своей, то поубираю туда все игрушки ребёнок, закидываю. То, блин, подмети пыль, там, убери вокруг, попылесось там ещё раз. Я помыла полотенце. То это... Вымой теперь всё, боже. Я аж проголодалась, девочки. Я просто это под кроватью сейчас убрала и просто напала на бутер. Это пипец как неприятное дело вообще убирать там. Был бы какой-нибудь лайфхак. Ещё один прикол, мои хорошие. Я думала, что я поставила на зарядку свою камеру, и нихрена она не на зарядке. Она три часа простояла и не зарядилась, потому что я не увидела, что в розетку не воткнуто это шнур. Воткнула в камеру. Короче, я поубер... Я не грёзная? Какая грёзная, что ли, не пойму. Короче, решила приготовить оладушки. Как я люблю прокисший кефир. Я специально жду, пока он прокиснет, потому что они реально более, такие, знаете, кисленькие прям получаются. Немного рисовой муки. В основном овсяная мука, это я так люблю. Сахар-заменитель. Теперь посолила и на маслице... Ну, сначала масло добавлю на сковородку, сейчас я её разогрею. Масло добавлю, а потом уже масло добавлять не буду. В общем, Денька любит эти оладушки, и я решила нас побаловать. Вот, смотрите, какие у нас оладушки вкусные получаются. Деня что, наручки к маме? А Деня кушает оладушки-то хоть? Эти горячие. Уже три штуки съела, это горячие. Аккуратно. Мам, ну вкусные оладушки хочешь? Бери. Горячие? Да. Ну, пусть остынут, заяц. Не бери пока. Остынут, потом будешь кушать, ладно? Горячие. Почему горячие? Очень горячие. Смотрите, какие они получаются. Вот, ну, однородный цвет такой, когда без масла жаришь. Вот для примера вам, смотрите, вот это я с маслом жарила, одни из первых. Ну, короче, когда с маслом жарила. А вот эти я начала без масла жарить. Вот они с одной стороны вот такие получаются. Ну, с другой вот такие. Классненькие. Прям панкейки-панкейки. Денька поел, убежал уже. И тут отличное местечко, оказывается, нашла для съемки видео, да? Смотрите сейчас, что я хочу сделать, девочки. Я нашла. Сейчас покажу. Я нашла. Да, вот я тут тестила просто маску сейчас. Вот, смотрите, какая. Я уже не помню, откуда у меня. По-моему, на Алике я ее заказывала. И, кстати, сейчас такие вот расчески, утюжки, стоят там 850 рублей. А мне кажется, я около 2000 заказывала. И цена была. А сейчас уже этого много, и стоит она дешево. Короче, сейчас я попробую волосы немножечко вытянуть ей. Сейчас вот я выхожу, выбегаю уже, да? Поэтому сейчас вот мы с вами затестим. Как раз-таки я включаю бразиточку. Сейчас включу вот здесь вот так. 180 градусов здесь. Ну, можно сделать побольше. Давайте 200 сделаем, чтобы по-быстрому. Здесь вот такая вот... Я ее как-то тестила отдельно, но у меня волосы сами по себе прямые. Я помню комментарии. Это давно-давно я тестила, девчонки, уже лет 5 назад, наверное. И девочки говорили, ну и что, ничего не изменилось. Твои волосы прямые. Зачем типа вообще такая нужна? Волосы у меня второй день после мытья. Вот. Я их сушила феном тогда. Сейчас мы высушим. Ну, немножко вытянем их. Это расчесочка. Я посмотрю, как она. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я уже заговорила, что я записалась на горячие ножницы. В среду пойду стричься, облагораживать, окантованьку делать. Ну, где-то вот мне говорят, 5 сантиметров обрежешь, будет хорошо. Ну да, хочется по минимуму обрезать. 10 жалко. Ну, как бы не намного длиннее. Мне кажется, вот это не очень длинно от моих, да, поэтому хочется больше оставить, но облагородить, конечно же, конечно же, девчонки, да. И больше даже облагородить хочется не от того, что как это смотрится со стороны, потому что до-после, вот вы писали мне, да, там рваные кончики, всё такое, вот со стороны оно смотрится нормально, но для меня лично, когда я вот хожу, да, и вот это вижу, мне вот самой чисто по ощущениям хочется это всё дело подровнять, обрезать, и я бы обрезала вот так вот, были бы мои волосы, я бы вот так вот прям обрезала и сделала бы плотный срез. Ну вот так сделаем где-то. Короче, 5 сантиметров отрежу, я думаю. Так, что у нас тут с нашей расческой? Всё. Выключаем. Мне кажется, отлично вообще. Стало ещё лучше. Да? Как только нарастило. Более гладенькие такие. Ну да, если они менее бушатся, так лучше, конечно. Сейчас я ещё маслица нанесу. Даже не маслица, а вот для блондинок спрей, я уже вам показывала его. Та-да-дам! В общем, теперь это будет моя палочка-выручалочка с нарощенными волосами. Да, раз, два, три минутки, и волосы выровнены. Прекрасно. Ну а теперь крошечки. Вот такая вот я красоточка. Такая, не знаю, мне кажется, когда я не накрашенная, такая домашняя, там, знаете, вот какой-то такой мягкий домашний образ. Так вот. Иногда говорят, что у меня синяки под глазами, когда я сижу в машине, но у меня здесь, короче, день падает, вот так вот прям, да, и отфигачиваются синяки. Вот. На самом деле я хорошо выгляжу. Мне главное, что... Ну, что я вижу в зеркале, да, и знаю, как видят меня люди. А что касается фотографий или видео, это всё цифровое искажение, и бывает такая камера, которая таким уродом тебя сделает, или свет таким уродом тебя сделает, что ты на самом деле красотка, а всё так искажает, что себя не узнаёшь. Вот, поэтому верьте мне на слово. Я хороша. Не накрашенная даже. Ну, и главное, кожа головы чистая. Фу, кожа... Что я сказала? Вы поняли? Прикол. Кожа головы чистая. Кожа лица я имела в виду. Главное, кожа лица чистая. И ты можешь позволить себе не наносить тональное средство и выходить на улицу, не замазывая ничего. Вот. Пигментных пятен нет. Ну, потому что я не хожу в солярий. Сейчас начну ходить, и пигментные пятна вернутся, я думаю. Ну, у меня их не сильно много, но тем не менее. Веснушки придут. Ну, веснушки я люблю, честно. Я их готова даже нарисовать. Они мне очень нравятся. Я люблю веснушечных людей. Особенно вот здесь, когда только веснушечки вот здесь вот в этой области такие отчетливые. Вообще, как... Многие люди их не любят. Ой, недавно, кстати, смотрела прямой эфир с Дьяволиной. И я офигела вообще. Она там говорит, что она любит шрамы. Шрамы. Она кайфует, когда шрамы. Она кайфует, когда растяжки. И растяжки такие не красные, а белые, которые на шрам похожи. И я понимаю, девочки, насколько все индивидуально, насколько мы с вами разные, насколько вкусы разные. И что даже, казалось бы, да, вот растяжки все от них пытаются избавиться, какой-то ужас, а кто-то прется, понимаете. Шрамы кому-то кажутся ужасными. Их срочно нужно зашлифовать, убрать, там, да, как-то избавиться. А кто-то кайфует. И может даже кто-то и специально делает, понимаете. Потому что кайфует и считает это красивым. Я офигела, честно. Мне вот она открыла еще один такой момент, что нужно как можно терпимее относиться к другим людям, к их вкусам, к их внешнему виду. Потому что вполне возможно, что только в наших глазах кажется нам что-то некрасивым. Ну, невозможно. Ну, это как бы так, задуматься нам надо, да. Возможно, может быть, это для меня некрасиво, да. А в целом объективно это действительно так. Красота, плохо, хорошо, правильно, неправильно, это все настолько субъективно. Мне кажется, главная отправная точка, о которой нужно судить, это не приносит ли это кому-нибудь страдания. Вот. И тогда, да даже в этом случае, на самом деле, тоже нужно быть осторожнее в своих суждениях и осуждениях. Потому что мы не знаем, что человек делает, с какой мотивацией, каким духовным внутренним ростом он обладает для того, чтобы делать те или иные вещи, которые со стороны нам, нашим ограниченным умом могут казаться жесткими, неправильными, причиняющие страдания. Вот. Так что вот так. Короче, я офигела. Надо любить себя такими, какими мы есть. Но, если конкретно нам что-то в нас не нравится, ну, можно изменить, чтобы удовлетворить свои внутренние, свои внутренние взгляды о красоте. Вот, смотрите, вышла сейчас, кстати, с этого массажа. Вот, буквально, чуть проехала. Вот он, дом. А, нет, не этот дом. Ну, завернуть там нужно за этот дом. А тут вот выхожу, видите, и торговый центр парк. Вот он, главный вход уже. И вот такая красивая у нас тут церковь. Классная, да? У нас, кстати, в Александровке, помню, тоже были такие купола когда-то, голубые, со звездочками. А сейчас не знаю, кстати, как у нас в Александровке. Кто с Александровки меня смотрит, какие у нас там купола? Такие же? Не помню. В общем, такая красота. Это северный район у нас. Сейчас еду. Так хорошо после массажа. Сейчас у меня был лимфодренажный массаж такой хороший. Саша сказала, что, Александра, массажистка моя, она сказала, что у меня после первого раза хорошо так кожа подтянулась. Вот. Так что, я думаю, еще три раза и отлично будет. И уже можно будет дальше. И уже можно будет дальше совершенствовать свое тело. У нас дождик вот пошел. Сейчас не знаю, что думаю, что делать. Контент какой вам снять? Есть у меня тут задумки, идеи. А вот сейчас еду в одно местечко. Но это будет контент для второго канала. Больше. Тут-то у нас влоги. Я думаю, кстати, может быть, вам тут... У меня для этого главного канала тоже, кстати, есть идея, что снимать. Вот. Я думаю, что это будет полезно, прикольно. Причем меня об этом в последнее время часто просят. Вот. Я думаю, надо попробовать. Мне просто кажется, что... Не буду сейчас говорить, да, что конкретно. Но мне часто об этом говорят. Селена, сними вот это, сними вот это, пожалуйста. И мне просто кажется, что это немного трудновато будет для меня снимать чисто технически, да, то есть там собраться, вот это вот это сделать, это подготовить, потом все это снять, короче. Вот. Но надо попробовать, потому что когда-то, я помню, меня очень просили снимать влоги. А я говорила, что влоги, это не мое, мне как-то их тяжело снимать. А оказалось, потом, ну, вот вы просили, я начала снимать все-таки. А оказалось потом, что влоги проще всего вообще снимать. О, авария. А я думаю, что за пробка, сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот я не люблю вот эти большие машины, хотя мне кажется, что виноват непонятно кто даже. как-то они на середине стоят вообще. Они прям стоят, между ними полоса. И не поймешь, кто из них куда вообще хотел. Они поцеловались прямо на середине. Интересно. Вот, кстати, мой хороший рынок Сельмаш. Ну, вот он там дальше, там, где я работала. А вот здесь у нас был вообще-то кинотеатр. По-моему, тоже вот там подальше. Или здесь? Нет. 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 А дальше? Я, короче, забыла уже. Вот. Ну, здесь тоже был рыночек. Все время, видите, вот так наставлено все у нас часто бывает. Все здесь сделали. Вот это новое уже все булочные, кондитерские всякие. В общем, прогуливаемся здесь. Ну, вот там впереди рынок, где я работала. Сельмаш. Иду ем булку в тесте. Сосиску в тесте, булку в тесте. Романтика. Обожаю вот так. И чтобы на карты где-нибудь присела бы у лавки и чайком горячим запивала бы. Ну, бадлоледи. Ну что, мои крошечки. Я заскочила домой. У меня разрядилась, представляете, батарейка. Прикупила кое-что там для видео, которое давно уже не снимала. На второй канал буду снимать. Вы просили, просили. В общем, ладно. Я до этого заходила в этот магазин, но ничего прикольного не видела. Сейчас нашла. Вот. Сейчас еще в один зайду. И что я хотела сказать? А, домой зашла, телефон зарядила, видео опубликовала. И вот сейчас еду быстренько. Туалет мелкий куплю. Зайду еще в пару магазинов здесь на райончике. И все. И пойду уже за Денечкой. На улице теплая погода. Классная. Даже расстекнутая. Видите, такая. И это. А, кстати, сегодня я была, когда на массаже, там пришла, записалась к моей массажистке, увидела меня. Одна из моих подписчиц. Она мастер по волосам. Кстати, посмотрела, заценила работу Миша. Она говорит, ну все хорошо. Единственное, говорит, кончики не обрезай. Я говорю, а почему? Она говорит, я тебе объясню. Когда ты будешь делать коррекцию, мне кто-то под видео писал, а я не поняла, почему не надо кончики обрезать. Если я обрежу кончики и сделаю ровный срез, то в следующий раз, когда будет коррекция, Миша с ними, допустим, да, эти капсулы, их подрежут, отдадим на капсуляцию опять, то в следующий раз, когда он мне будет наращивать, он уже не сможет нарастить, ну как бы, мы же не будем сидеть там и вымерять размеры. То есть получается, ну если вот отсюда, да, то она короче, а отсюда, например, она длиннее волосина, да, и в другой раз, когда будут мне наращивать волосы опять, в разнобой все это поставят, соответственно, опять будет вот это вот все непонятное куцанье, и нужно будет опять резать. И получается, и каждый раз при коррекции я буду здесь резать, там резать, ну короче, они у меня уменьшатся так в два раза, и типа при наращенных, ну вот как бы так. Я говорю, блин, ну мне вот так вот вообще совсем не нравится. Она говорит, ну попроси просто, чтобы она тебе делала неровный срез, вот куда я пойду стричься, да, а чтобы она тебе, ну просто облагородила, но все равно сделала такой немного рваный, неровный срез, потому что все равно потом придется стричь, сейчас обрежешь, и потом, ну как бы надолго моих волос не хватит. Короче, хорошо, что объяснила, а то я не поняла, почему обрезать нельзя. Представляете, я сейчас захожу в магазин, в зоомагазин, покупаю у Милки еду и осознаю, что 25 марта, как у мамы день рождения, у нее был день рождения, мы нифига не отметили, она у меня взрослая кошка, уже год ей исполнился, 25 марта буквально недавно, ну ничего, мы тогда маме отмечали день рождения, а в этот раз мы отметим ей. Короче, я взяла, я и беру вот такой вот туалет, ой, мне очень прям зашла вот эта вот фирма девочки, ну именно вот, вот это вот, короче, так скатывается, все пахнет, не пахнет, мне вот это, короче, нравится, ну все вкусы попробовала уже, это лаванда, я там присыпку детскую пробовала и так далее, Грандорф, короче, взяла новый, то я для котят же брала, а это для стерилизованных кошек, это кролик, я взяла маленький, он сказал, что там покрупнее уже штуки, эти все витамины, короче, другие идут, в общем, я взяла, говорю, давайте маленький, пока она пробовала, вдруг она не станет есть, и еще вот этот вот, педигри ее любимый, слушайте, ну, знаете, кто-то говорит, что качество плохое, да, но у меня Милка любит все, в принципе, в туалет ходит хорошо, шерсть там не выпадает, как бы, да, ну, как бы все нормально, кошка себя чувствует хорошо, она уже вот полгода где-то ест его, вот, ну, вот это вот, я так поняла, для стерилизованных тоже, вот желе, в общем, от года до 7 лет, тоже попробую, как она будет, но у нас еще есть там для котят, короче, это будет ее посвящение, во взрослую жизнь, что, забрала Данечку из садика, что сделала, хорошо в садике, хорошо в садике, ты ударился сегодня, покажи, где ты ударился, в Вене, где ударился, вот этот ударился чуть-чуть, да, ну, ничего, пройдет, до свадьбы заживел, вот уж точно, а мама, что-то в фикс прайсе купила, да, вкусняшку, ну, потом, когда снимем, будем кушать, ладно, да, и унес в свое логово, но не сейчас, ты покажи, что ты нарисовал там, разукрасил динозавров, Даниэль написали, все неправильно, Даниэль, Даниэль, без мягкого знака, и через букву Э, вторую, ну, что, мои хорошенькие, вот вечер настал, провела прямой эфир сейчас, время уже половина десятого, вот, пойду сейчас малыша укладывать спать, и тут же мне в прямом эфире напоминают, что Силя, завтра же влог, я такая думаю, упачки, монтировать надо, и вот я не знаю, когда его монтировать, сейчас я ложу пацана, и буду сейчас монтировать, либо утром уже встать, и помонтировать, а, завтра утром у меня зубной, да, к зубному записалось, мне нужно будет пломбировать зуб, и тоже будут делать укол, как раз рядом с тем, который мне удалили, и как-то, знаете, у меня внутреннего переживания, и страха нет, видимо, удаление зуба, это было страшное дело, и что после этого я теперь ничего не боюсь, прикольно на самом деле, но я спокойна вообще, как-то, не знаю, очень спокойна, вот, так что, что, я буду заканчивать влог тогда, вот я что, включила камеру, чтобы попрощаться с вами, потому что этот влог я вам буду монтировать, сейчас сидеть, и, кстати, еще вы спрашивали о том, микрофон, помните мой микрофон, караоке такой, который я разыгрывала в одном из видео, и сказала, пишите мне комментарии, и на самом деле, я выбрала победителя, вот просто человека, который комментирует, практически все мои видео, комментирует не по одному разу, я уже запомнила аватарку этого человека, потому что, ну, очень много, мне такое ощущение, что она смотрит мое видео, смотрит, смотрит, что-то там раз, остановилась, поставила паузу, прокомментировала, написала сообщение, все, успокоилась, дальше включаем, смотрим, смотрим, там 5 минут прошло, она такая, о, надо сказать по этому поводу, пишет комментарии, получается, что, не знаю, мне кажется, за видео раз 10, наверное, останавливает она видео, комментирует, все по разным поводам, вот, и все комментарии, ну, такие всегда позитивные, ну, интересные, вот, и я хочу ей подарить микрофон, вот, я просто, я ее просто уже запомнила, прям вот вообще, Ирина Боярская, блондинка на аватарке, с красными губами, вот, можете написать мне, и скажите свой адрес, и я вам отправлю микрофон, ну, вы наверняка помните, да, какой, вот такие делы, в принципе, о всех планах я в ближайшее время вам все рассказала уже, да, а, я вам сказала, кстати, я вам не сказала, мне подарила, моя подписчица, я была сегодня на массаже у Александры, к ней пришла моя подписчица, она парикмахер, и она подарила мне, говорит, слежу за тобой, увидела, что ты покрасилась, хочу тебе сделать подарок, подарила мне итальянский шампунь, и то ли маску, то ли бальзам, ну, в такой большой коробочке, скорее всего маска, говорит, я надеюсь тебе понравится, вот, итальянский бренд, такой тралля-ля, расскажешь-ка потом, как тебе, вот, так что я буду мыть, уже в среду утром буду мыть голову, потому что у меня, фу, в среду, в пятницу, какое в пятницу, конечно, я раньше помою голову, до завтра надо будет помыть голову, я помыла шампунь, и мне не нравится, как чувствует себя голова уже на следующий день, мне хочется уже помыть голову, мне кажется, она уже грязная, я как раз этот шампунь затестирую, короче, приятно, приятно, что вот мой зритель приехал специально, чтобы подарить мне подарок, и вот я буду мыть голову новым шампунем, от своей зрительницы, очень приятно, вот, так что да, завтра буду мыть голову, и спрашивают про прически, укладки, будут ли отдельно, да, ну да, я думаю сделать, может быть, отдельное видео, сделать вам какую-то укладку, себе точнее сделаю укладку, а вы посмотрите, как я ее делаю, но я немножко боюсь еще горячими, знаете, щипцами, да, тут же нельзя греть, а, например, если я буду делать какие-то локоны, хочется их как-то делать, знаете, тут вот как бы сверху, ну, короче, посмотрим, да, хочу вам что-нибудь сделать интересненькое, вообще, у меня еще идеи есть, ну, это я уже говорила, да, что я не скажу, я уже говорила, что я не скажу о идеях, которые у меня есть, теплятся в голове, я уже собираю информацию, надеюсь, будет полезное вам видео, надо ее еще как-то интересненько снять, короче, скоро будет много всего интересного, поэтому, если вы еще не подписаны на меня, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы вы первыми знали о том, что видео уже на канале, кстати, у моих близких и родственников у всех стоит, если у меня мама, например, в гостях, или Кристина, у нее тоже, по-моему, колокольчик стоит, и я только выпускаю видео, и слушаю, делинь, я говорю, что, уведомление стоит на меня, а то ж, надо первыми узнавать, какие видео вышли, вот, поэтому вы тоже нажимайте колокольчик, и будете первыми знать о новых видео, так-то я вас люблю, целую, знайте об этом, и прощаюсь до следующего видео, всем пока-пока, у меня, пока-пока,